Возле Тверского суда столицы сегодня особенно многолюдно. Все пришедшие до юра бездомные. Все они лишились жилья по милости так называемых черных кредиторов, которые под видом микрозаймов проворачивали схемы по отъему квартир. Свершилось то, чего потерпевшие добивались годами. Среди тех, кто сел на скамью подсудимых, некий Роман Гусельников, имя которого фигурирует в сотнях жульнических договоров. Гусельников Роман Иванович работал практически во всех тех организациях, которые у нас находятся на общественном контроле. Перечисляю, это Международное кредитное бюро, это Московская залоговая компания, Негус. От этих аффилированных структур больше 500 семей пострадали. Это только по нашим сведениям. Днем ранее в офисы и на квартирах злоумышленникам нагрянула полиция. Печати, штампы, еще какие-то документы есть у вас здесь? Документы рабочие только. Рабочие. Вы давать будете добровольны? Добровольны. Обыски происходили одновременно по 40 адресам, чтобы не дать подозреваемым уничтожить доказательства хищения квартир. С 2010 года по 2015 год злоумышленники заключались с клиентами договора займа. При этом, будучи обманутыми, они подписывали договор купли-продажи недвижимого имущества под видом договора залога. Сумма общего материального ущерба, причиненного 17 потерпевшим гражданам, устанавливается. И это была лишь одна из мошеннических схем одной из полутора десятков лжекредитных организаций, к которым мог иметь отношение гусельников. Документы он предоставил, которые были договора залога на квартиру. В результате он оказался договор купли-продажи. Сколько всего стоит квартира? На тот момент стоило около 10 миллионов. Около 10 миллионов? Да. А вы на руки сколько получили? 3 миллиона. Сейчас на данный момент начали уже приставы звонить и выселять меня с ребенком, 4-летним, на улицу. Мне просто некуда идти. Ровно в том же потерпевшие обвиняют и Международное кредитное бюро, о котором наша программа рассказывала годами. Кто сюда приходил за деньгами? Я. Мы приходили. Кто лишился квартиры? Я. По словам облапушенных клиентов, кредиторы специально загоняли их в долговую яму, чтобы отобрать недвижимость. Назовите число человек, который лишился квартир. Просто число назовите. Камеру уберите. Мы хотим понять, сколько квартир пришло наших субтитров. Я непонятно сказал? Тихо-тихо-тихо-тихо. При этом в течение многих лет жертвы квартирного рейдерства проигрывали все суды. Ведь люди сами подписывали документы, состряпанные аферистами. И вот, наконец, следственные органы начали возбуждать уголовные дела о мошенничестве. Главное следственное управление пока сообщает о шести задержанных в ходе беспрецедентных обысков. Четверо только что арестованы судом на два месяца. И это лишь начало. По некоторым данным, подозреваемых гораздо больше. Среди них могут оказаться не только хозяева и сотрудники залоговых контор, но и довольно крупные банкиры. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok